Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, это подборочка того, что я носила на этой неделе. Первый лук очень красный, практически Total Red, если застегнуть пальто. В этом образе интересно то, что я надела ремень, так как советую всем, у кого не очень тонкая талия. То есть вы надеваете на ваш ансамбль, на ваш комплект, верхнюю одежду оставляете расстегнутой. Не видно, подчеркивает полноту ремень, либо нет, но сам ремень видно, это очень красиво может быть. Сегодня у меня золотая фурнитура, что бывает редко. Другая особенность этого лука, это то, как провисает пояс, родной пояс от пальто. Меня научили этому на примерке. Мне однажды, когда я применяла пальто, постоянно поправляли этот пояс. И как раз таки это происходило потому, что я, допустим, завязывала пальто, потом его расстегивала, поворачивала спиной. И вот красиво, когда он провисает. Это действительно так потом на монтаже я увидела. У меня сегодня красная обувь, у меня сегодня красная сумка. И могу сказать, что вот образы полностью красные, а также полностью цвета фуксии, как бы странно это ни звучало. То есть они яркие, но они не смотрятся вульгарно, они не смотрятся некомфортно. Вот, допустим, полностью зеленый образ, полностью в желтом цвете образ, он будет гораздо ярче, будет больше обращать на себя внимание. Ну что ж, у меня сегодня тяжелый люкс в прямом понимании этого слова. Чтобы ничего не забыть, я кладу свою привычную сумку в другую сумку, потому что уже с утра и нет времени перекладывать. И все равно вот по практике, точнее на практике оказывается, что что-то я забываю. Здесь я вообще без сумки и в цветном пальто. Вообще эта подборка получилась очень ярких и цветных пальто. Похолодало у нас очень сильно. Я так поняла, во многих регионах и странах похолодало. Где-то даже выпал снег. Обувь акцентная, блестящая, со стразами. Как я люблю, люблю говорить. И меховой шарф, цветное пальто. Пальто надела первый раз, уже думала, что не надену у нас, потому что было очень жарко. До этого в тонком бесподкладочном пальто было холодно. Следующее тонкое бесподкладочное пальто. Это, конечно, цветовой образ, составленный по принципу красивых цветовых сочетаний. Бордовый и голубой, это всегда красиво. Бордовый и желтый, это красиво. Бордовый. На самом деле, с бордовым смотрится хорошо. Практически любой яркий цвет. Данечка в этот день был очень грустный и печальный. Это был первый день в его детском садике. Он не очень хотел идти. И наотрез отказался надевать куртку. Следующий образ. Дождь проливной у нас. Я еду на съемку в лакшери хаус. Лакшери хаус предпочитают меня блондинкой с заколотыми волосами. В блондинку я покраситься не смогла. Волосы заколола. Сережки надела. Правда, не видно. Я очень люблю вот такую акцентную, блестящую, сверкающую, переливающуюся бижутерию. В ушах именно, либо на шее. Плюс свитшот. Вот такие образы мне очень нравятся. Свитшот с начесом очень теплый. Как раз то, что нужно в дождливую и не очень теплую погоду. Следующий образ. Я, по-моему, тоже куда-то поехала на съемку. И было очень холодно. На мне шерстяное платье. На мне шерстяные колготки. На мне сапоги. И могу сказать, что вот после тех дней, когда мы уже все ходили с коротким рукавом, вот в таком виде я замерзла. Мне было очень холодно. Такие платья, их можно традиционно найти во многих марках. Они, я рассказывала о них, они очень плохо смотрятся самостоятельно. Мне часто делают комплименты фигуре. И говорят, что я идеальная модель. На меня практически любой фасон садится. Могу сказать, что фасон такого платья на меня не садится. Мне, наверное, стоило его самостоятельно вам показать, чтобы вы убедились. Но эти платья очень хорошая база. Это тепло. Это все-таки платье. Очень красиво можно и грудлинца ставить с пальтом. Это фактура. Потому что очень часто эти платья делаются из вязки негладкой. Допустим, косы. Они могут быть крупными. Обратите внимание на такие платья. Будете мерить самостоятельно, не удивляйтесь. Мне кажется, они вообще никому самостоятельно не подходят. Следующий образ. Вы меня в нем видели. Так я ходила на съемку. Это вот прям-таки за день до очень серьезного похолодания. Акцентная обувь. Цветная, яркая. В ближайшее время я хочу купить себе... Показывала магазин вам в Венеции, где обувь ручной работы. Она не стоит дороже 100 евро. Все зависит от материала. Тканевые стоят дешевле. Кожаные замши стоят дороже. Вот я желтые хочу купить. Желтые из парчи я показывала. Вот мне две обуви. Две пары обуви понравились. Я померила их в моменте. У меня, конечно же, с собой не было денег. Это был тоже день до красной зоны. Либо до оранжевой. Я уже не помню. И потом я больше не возвращалась в этот магазин. И хочу купить там обувь. Потому что в момент примерки, а ноги у меня уже были очень уставшие, эта обувь показалась мне очень комфортной. Вот так выглядит полностью лук. Но, повторюсь, вы меня уже видели. Не знаю, будет ли вам приятно, но те, кто смотрели трансляцию, мою запись из магазина New Face, могли заметить, что я была в тот день в рубашке. В следующий раз я пришла вот так одета. Это, кстати, тот случай, когда ты купила себе курточку Dolce & Gabbana. Она тебе категорически не идет. Но я даже помню историю с этой курткой. Она мне очень понравилась. Я сначала ее на сайте увидела. Она мне очень понравилась. Потом я ее увидела в бутике. А потом я увидела ее в бутике на распродаже. Минус 30%, как сейчас помню. Тогда Dolce & Gabbana не давала большую скидку на одежду. И прям-таки вот это та история про иллюзию, когда ты покупаешь иллюзию, когда тебе просто вещь понравилась. Она на самом деле потрясающая, эта куртка. Кружево очень необычное. Безусловно, славится Dolce & Gabbana своим кружевом и изобилием. Подобные отделки. Кружево есть у них самое разное. Плюс это кожа. Но вещь сама по себе очень красивая. У нее еще подкладка у этой куртки в горох. Шелковая вообще просто. Нельзя было не купить такую вещь. Теперь не знаю, с чем ее носить. В движении еще вот с этой юбкой. Я, видите, постоянно кружусь и ветер жду. Еще хоть как-то этот лук смотрится. Ну а так, конечно, я становлюсь квадратной. Так вот, я хотела сказать, что когда я снимала в New Face, на следующий день я увидела фотографию хозяйки бутика. Она выглядела так, как выглядела я. То есть у нее была белая рубашка и юбка, которую я примеряла в черном цвете из тофты. Поэтому вот часто мне пишут, Яна, ты так ужасно одеваешься. Но, знаете, я могу вам сказать, что это, наверное, был такой первый случай, когда меня скопировала итальянка. Но и по поводу своей одежды я часто получаю комплименты именно от итальянок. И в этом плане я чувствую себя абсолютно уверенно. Следующий образ снова рубашка василькового цвета Массимо Дутти. Жалею, что не купила больше этих рубашек. Они были на скидке в прошлом сезоне. Хорошо носится. Она достаточно объемная. У нее достаточно узкий манжет. Его легко поднимать и крепить таким образом. То есть его не нужно подворачивать, как на мужских рубашках. На мне лоферы. Я очень люблю лоферы. Вот часто мне говорят, Яна, ты ошибалась с белыми кроссовками. Вы знаете, я вынуждена сказать, что да, витринисты предлагают белые кроссовки. Все марки предлагают белые кроссовки так или иначе на своих витринах. Но если мы посмотрим на стритстайлеров, я вот буду утверждать, что они чаще всего все-таки в другой обуви. Чаще всего это лоферы, либо макосины. Если мы посмотрим на стритстайл, который я снимаю, редко встретишь стритстайлеров в белых кроссовках. Ну, может быть, одного-двух. И одним из них буду я, потому что я вынуждена носить кроссовки. Ну что ж, мои прекрасные зрители, это был тот день, когда я прятала яйца и уже холодало. Поэтому я надела белое пальто. В белом пальто на детской площадке прятать яйца было очень неудобно. Как-то я прям не рассчитала градус гламура в тот день. И было мне некомфортно. Пришлось пальто, знаете, как подвязывать, чтобы спрятать яйца. Ну что ж, мои прекрасные зрители, желаю всем, прежде всего, желания наряжаться. Желаю всем возможности куда-то нарядными выходить. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.